Приветствую всех, друзья! Как всегда, мы возвращаемся к новостям и сегодня в выпуске. Реакция Чайза Оливейра на прогноз Хабиба. Дастин Парье рассказал про то, насколько он изменился после поражения от Нурмагомедова, а также Челсон он поразмышлял о ситуации вокруг Хамзата Чимаева и довольно жестко высказался на тему его потенциальных соперников. Поддерживайте выпуск лайком и всем приятного просмотра! Дастин Парье поделился мнением о том, как он изменился после своего кранего и весьма обидного поражения за оттензил от Хабиба Нурмагомедова. Бейтс рассказал о том, что он стал намного уверенней. Я сильно вырос и стал увереннее в себе с того поединка, хотя и на тот бой я выходил уверенным. Я бился с одним из лучших в мире, я знал, что все что угодно может произойти, но я расту, учусь на своих ошибках и не тороплюсь. Я пытался скачать на ноги у клетки от Алхабиба в свою шею, хотя в поединке еще были раунды. Что лучше, проиграть раунд или бой? Возможно, мне стоило выбрать другую позицию и действовать безопасно, а не пытаться скачать как можно быстрее и рисковать. Так что я просто пытаюсь найти баланс, приходится жонглировать всеми этими факторами, не только техникой, но и настроем, правильными моментами, чтобы рисковать в поединке. Так что я просто учусь. Рассказал боец. В свою очередь его предстоящий соперник и нынешний чемпион Чарльз Оливейра также в одном из последних интервью поделился мнением о словах Хабиба, который дал прогноз на его бой с Парье. Хабиб считает, что Дайсен Парье является фаворитом грядущего противостояния, и с каждым раундом его шансы победить бразильца и отобрать у него титул будут увеличиваться. Бразилец честно признался, что аналитика Хабиба не привлекла его внимания. Честно говоря, для меня не имеет значения, что говорит Хабиб. Он может говорить, что хочет. Сейчас он на пенсии, так что меня не волнует, что он хочет сказать. Но в субботу я покажу, кто является настоящим чемпионом. У чемпионского пояса есть законный владельец и его имя Чарльз Оливейра. Я рад этому бою, готов к нему. И в субботу покажу вам шоу. Чарльз Оливейра является самым непредсказуемым и совершенным бойцом дивизиона и докажет это всему миру. Ответил боец. Друзья, пишите в комментарии, что вы думаете насчет слова бразильца, и как вы считаете, кто победит в предстоящем турнире. И напоследок бывший боец Юсианани, аналитик и подкастер Чел Сонан, поразмышлял о ситуации вокруг Хамзата Чимаева и довольно жестко высказался на тему его потенциальных соперников. Есть много способов победить соперника, но если вы сможете сделать это психологически, все остальное становится уже не важно. Помню, Дэн Хендерсон рассказал мне историю, как один его приятель, с которым он выпивал в баре, спросил его «Дэн, ты впишешься за меня, если у меня будут неприятности и забьешь того парня?» И Дэн ответил «Зачем мне его избивать, если будет достаточно просто на него посмотреть?» И этот жизненный принцип до сих пор действует. Вы просто смотрите на парня, и он дает заднюю. Это высшее искусство войны. Выиграть битву, не сделав ни единого выстрела. Так поступали великие генералы. Они выстраивали свои войска таким образом, чтобы противник отступал. Если это успешно делает Хамзат Чемаев, который пробыл в октагоне менее 20 минут, сделав три прохода, удушение сзади и удар слева, честь ему и хвала. Если тем самым он спугнул весь полусредний дивизион UC, иначе как позорниками я их назвать не могу. И рассказал Чел Сонар. Кого вы видите в качестве следующего соперника Хамзата? Готов ли боец уже к серьезным вызовам из топ-5? Пишите в комментарии, будет интересно почитать. Ну а на этом у меня все. Поддержите выпуск лайком и подписывайтесь на мой канал. Всем пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok